Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Валерий Петрович. Я напоминаю, что в цикле вебинаров, посвященных детской неврологии для педиатров и для неврологов, мы сегодня будем обсуждать очередную тему с заведующим кафедрой детской неврологии, с доктором медицинских наук, с профессором Валерием Петровичем Зыковым. Валерий Петрович, сегодня вы предложили обсудить тему, посвященную тикам у детей. Валерий Петрович, а вот вы обозначили тяжелые варианты седром Туретта. Чем проявляется? Я хочу сказать, вот у нас по Москве мы делали статистику, 6% тиков таких вот самых легких, дебюты. Остается, постоянно наблюдается 1% детского населения, которое проходит лечение. А вот синдром Туретт 1 на 1000. Здесь уже, конечно, и антиконвульсанты, и нейролептики, ряд неврологов сторонятся нейролептиков, вот дают психиатрам. Но там какая особенность? Пришли, упростили сейчас задачу. Если раньше обязательно были генерализованные тики в основе, то есть он должен приседать, прыгать, ну, явное нарушение поведения, так со стороны смотрится. Сейчас решили просто множественные моторные тики. Моргает плечо, наклон головы и какой-то звук, и, а, шмыганье, поперхивание, покаживание, вокальные тики. Да, это в течение года, то есть наблюдаешь в течение года, то это синдром Туретта. То есть упростили вообще. Раньше мы это называли просто хронические моторные вокальные тики. Сейчас упростили. И я смотрю по Швеции, там у нас 1 на 1000, у них 4 на 1000, 6 на 1000. То есть они применяют вот эти от 2003 года критерии. То есть если есть множественные. Просто множественные моторные и вокальные. Один вокальный, значит все равно это уже синдром Туретта. Облегчили. Да. А если это синдром Туретта, он требует лечения, да, здесь? Это уже так разделяется. Если он переносит без лекарств, справляется, сам контролирует, лекарства не назначаются. Если мешают, то да. Валерий Петрович, какая-то специальная адаптация родителей к таким ситуациям должна проводиться, чтобы они понимали сам механизм, тактику поведенческую с этим ребенком? Вот как? А что можете посоветовать? Я советую следующее. Во-первых, я говорю, болезнь многолетняя. Это может остаться на всю жизнь. Два периода снижения тиков. Это 15 лет. И второй период после 20. После 20, если остаются, остаются на всю жизнь. Поэтому, я говорю, у нас время достаточно. Поэтому мы лечим и галлоперидолом, когда моторные активные мешают их поведение. Мы не вылечим все тики. Это тоже надо сказать. 70% ушло. Это прекрасный результат. Обычные 50% ушло. Очень узкий коридор у психотропных препаратов. Уходят тики. Чуть больше дашь вялость, сонливость. А наша задача? Я говорю, задача номер один. Ребенок должен закончить школу. После 15 лет снижения ждем. И после 20. Поэтому мы даем лекарства, которые будут уменьшать тики. Но ребенок будет учиться. Не снижать его активность. Да, и внимание. Да. И интересная ситуация. Да, я жгаллоперидол. Многие его боятся. Обязательно почему-то с циклодолом. Это психиатрическая схема. Циклодол с галлоперидолом начал даваться вообще-то больным шизофрении, когда там психоз и тяжелый симптоматик. Мы даем микродозы галлоперидола и без циклодола. Потому что этих микродозах, там 1,5-2,5 миллиграмма дистонии, мы не видели этих осложнений. То, что вы видите на сырукале. Это же тоже практически нейролептик. Потому что действуют на дофаминные рецепторы. Глаза заводят, кривошея, на сырукале у вас встречается. Вот. Также и здесь. Я не видел на наших дозировках микродозах, которые мы медленно повышаем. Время у нас есть. 15 лет снижения, 20. Наша задача, чтобы он закончил школу. Из золотого, говорю, таблетки нет. И чудо вы не ждите. Вот этот разговор должен быть. Да. Большую роль играет созревание нервной системы, тормозной функции интернейронов, которые 20 годам появляются и окончаются. Ведь мозг созревает до 20, у кого-то до 22 лет. А кто-то говорит, а у кого-то не созревает вообще. Говорит, остаются как дети. По своему и по другим психологическим качествам. Поэтому у нас запас времени есть. Препараты используем. И современные нейролептики. Рисполеп. Но здесь вот рисполеп, респиридон с 15 лет. Стараемся раньше не назначать, выдерживать. Теоприд семи. Галлопиридон можно с 3 лет давать. Вот есть такие особенности. Можно использовать. И вот я помню, как-то участвовал даже в семинарии невротический кашель. Вот эта особенность, пожалуйста, стык с педиатрией. Кашляй ты, кашляй ты. И вечером он кашляет. Вот здесь самый ядерный вопрос. Надо его задать. Ты хочешь это сделать? И что ты чувствуешь? Мне что-то мешает. А там ничего нет. Аллергологи все вылечили. Значит, что? Ощущение, которое он должен преодолеть этим кашлем. То есть сначала ощущение, потом действие, приносящее облегчение. Ну что, говорю, кашлянул и дать что? Пропало чувство. Это уже элементы, вы скажете, это вообще уже психиатрия. Желание, действие, приносящее облегчение. Вот этот феномен тоже есть. Он говорит, да, я чувствую, и мне хочется сделать. И что, легче стало? И уже начинаешь думать, какой препарат дать? И вот даже мы назначаем препараты типа феворина. А там первые показания. Обсцессия, компульсивные расстройства. Конечно, вот здесь опыт уже назначения дозировок. Но все равно небольшие назначаем. Поэтому не все мы лезем нейролептиками. Вот где это ощущает, ему это хочется сделать, идешь... На стыке с психиатрией. Да, вот же на стыке психиатрии. Хочу сказать, МКБ-11. Это уж вообще интересный момент. Кроме вот перинатальных инсультов, которые выделили плюс ГИА. Они тики отдали неврологам. А сейчас до сих пор шифры, психиатрии, все тики. То есть, с 2022 года тики отдадут неврологам. Неврологи будут шифровать как свою патологию. Да, и даже синдром Туретта, который часто встречается с психиатрией. Но там, конечно, очень тяжелая симптоматика. И обсцессии, и компульсии. Может появиться и поведенческие расстройства, и бред. Ну, в общем, как наблюдали-наблюдали, пришли к выводу, не так уж и часто. Синдром Туретта – полная психиатрия. Шучащего нормальных детей. Валерий Петрович, таким образом, появление у ребенка стереотипных движений, различных, моторных, вокальных, определяет необходимость педиатра, заметив это, попросить родителей подсчитать, как часто это встречается. И решить, уточнить наследственность родителей, было у них это или нет. Да, даже какие-то легкие, короткие. Они вспоминают это на второй визит, на третий. А, я вот сейчас понял, у меня было, кажется, моргание. Год до вошло, никуда меня не водили. Обратить внимание на стереотипные поведенческие реакции. Грызут ногти те же родители. Да, до сих пор могут обкусывать чуть что-то в волнении. И вот все это, все это определяет возможность уже направить к неврологу с подготовкой родителей. Смотрите, что доктор вас посмотрит, подтвердит или не подтвердит наш диагноз. Но если подтвердит, обратите внимание, что лечение, может быть, даже и не назначит зависимость. Да, он может как раз легкие этики ребенку не мешает, будем наблюдать. И в целом отнеситесь к этому как к проблеме, которая будет достаточно многолетняя. Значит, вы должны сами в себе принять решение, перестать одергивать этого ребенка, пока он маленький, пока он не может контролировать себя. Не обращайте на это внимание, не акцентируйте внимание свое. Не думайте, что он делает это вам назло, что это просто-напросто его привычка. То есть вот в любом случае необходимо вот этот устоявшийся миф о том, что, значит, невоспитанный ребенок ломать. Да, и вот здесь вы правильно заметили, что вот это общение в определенном направлении, педиатр, невролог поговорил, строит определенную среду и понимание и уважение к медицине. Если мы говорим в одном и том же. В одном и том же, в одном направлении. Почему, вот я говорю, вы ходили в коммерческий центр? Мне этот назначил, не помогло, а этот другой назначил. А смотришь, а тики-то легкие, их вообще не надо было лечить. А говорю, они ему мешают? Нет. Зачем лечим? Чтобы не было никогда. Вот и начинаешь эту беседу, что они многолетние. Вот давайте здесь пока понаблюдаем, посчитаем. И вот это даже подсчет, оказывается, вот когда я услышал другую лекцию, что есть врачи, что родители делятся на два типа. Инфантильный тип и взрослый тип. Инфантильный, вот я пришел к врачу, все должно пройти. Взрослый тип, они будут считать, наблюдать и меньше требований к врачу. Вот даже вот такая особенность, когда мы включаем родителей... В процесс. В процесс, да, да. Это не так много, за 20 минут посчитай раз в неделю. Без лечения мы понаблюдаем месяц, потом решим. Или сначала посчитайте, вот 3-4 раза за месяц, потом идите к неврологу, если больше 20-30 остается. То есть, хотя бы вот такой выжидательный этап. Это не так сложно. Да, и с очень важным моментом, на который вы тоже обращали внимание, что у части это просто-напросто незрелость, которая будет меньше. 100% проходит. Без всякого лечения. Да, и первая атака, она 1-2 месяца может быть, 5-7 лет. Не, ну надо это зафиксировать, обдумать, да, может быть, отправить еще раз там. Но в любом случае наблюдать, да, объяснить, что это ситуация. И хочу подчеркнуть, Андрей Леонидович, вот здесь особенность. Направляют на электроэнцефалограмму, куда-то еще не надо. Любое обследование у ребенка формирует у него позицию больного. Незримо. И приходит ребенок с тиком вот с таким вот уже набором исследований. Сейчас же видео-ЭГ, мониторинг появился в платных началах. Не просто ЭГ, а мониторинг делают. А мы исключаем апилепсию. Ну так и видно, вот сознание не теряет. Вот особенность определения еще тиков. Ребенок может воспроизвести все движения. Даже заведение глаз. Ребенок с абсанцем не помнит. Этот завел глаза, он тебе скажет, я завел глаза. Потому что сознание не отключается. Вот это чисто клиническое наблюдение. Однозначный клинический диагноз. Да, мы делали науку, мы посмотрели вызванные сомсенсорные потенциалы. Мы записывали миограмму, как дергаются мышцы. Там, вот миографию я бы единственного посоветовал. Там есть картинка таких тиков, которые могут прогноз. Да, они будут оставаться. Но это уже решает невролог. Это уже нюанс. Это не прихоть родителей и направление педиатра. Это уже такие тонкие обследования, вызванные сомсенсорные потенциалы, которые выявляют вот этот гиперамплитудный сигнал в сенсорной коре. И понимаем, что она работает не нормально. Там не тормозится излишняя импульсия. Это уже невролог решает. Хотя все это по обследованию, я уже клинически могу это и так увидеть. Но пройдя вот этот круг, я знаю, какие тики могут оставаться. И какие тики, на какие препараты лучше назначить. Поэтому даже вот что может врач-педиатр? Увидеть тики, узнать наследственность, родители посчитают, понять тяжесть. И он даже вот эту гампантенную кислоту может сам назначить. Нет, лучше, наверное, не стоит. Потому что все-таки наблюдение дальнейшего невролога. Ну, может быть, да. Он как бы определит такой исходный плацдарм, чтобы ребенок пришел не с пустым, не как чистый лист. Побеседуют с родителями вот в том ключе, о котором мы с вами говорили. Что если это заболевание, то оно длительное, оно требует наблюдения. Не спешите сейчас поиском врачей, который вылечит вот прям сиюминутно. Потому что здесь должна быть динамика. И лучше, чтобы это было в одних руках, чтобы наблюдал один специалист. Да, наверное, вот так сконцентрировать. Если вот тут один еще педиатрический нюанс. Есть синдром, так называемый пейдетс-синдром, который писали в Америке. Тики, Хоре объединили в этот пейдетс-синдром как заболевание нервной системы, связанное со стриптококом. И когда стали вот, и мы тут тоже стали копать тоже проблему, чтобы выйти на этот пейдетс-синдром, тогда назначаются антибиотики. Но все равно это мазок, это жалобы на танзелиты, положительные на стриптокок, антистрептолизин, он не просто в два раза, а как при ревмой инфекции он повышается в пять раз и больше. И еще антитела к мозгу надо посмотреть. Если триада не соблюдается, нет пейдса. Но это отдельная и более редкая ситуация. Там четко на инфекцию, да, и стриптококу возникает неврологическая симптоматика. Описано, тики и хореи как бы под одним патогенезом. Там особенность антитела к хвостатому ядру, как мы еще нашли. Любую инфекцию. Мы при Лурзе нашли. И тогда включали в лечение моноглобулины. Но это небольшая часть пациентов. Надо доказать антитела к хвостатому ядру, тогда это будет такой поэтэн-синдром есть. Вот это сближает нас тоже с педиатрией. Некоторые реагируют просто на АСЛО два раза. Я вижу здоровых детей-то. Ослабленных, часто болеющих. Без мазка положительного. Это не пэндис. Чтобы вот так вот не было таких увлечений. Иногда люди услышат какой-то новый синдром, стараются его поставить. Не надо спешить. Триада. Мазок, осло, плюс антитела к мозгу. Тогда уже подключаются другие препараты. И вот и привод для его нороглобулина. Я бы вот так еще хотел проблему. Конечно, и банальных тиков больше в популяции, чем ревматических чистых. Сейчас их тем более, я говорю, последние 10-15 лет, я вообще, мы не видим ревматические хоры. Ну что ж. Спасибо большое. Вам спасибо за такие, я бы сказал, профессиональные, четкие вопросы. Я надеюсь, что мы как-то поможем педиатрам окунуться в неврологию и посмотреть, что там не так все сложно. Если возникнут вопросы, пожалуйста, пишите на сайт ассоциации. Мы попросим Валерия Петровича на эти вопросы ответить. Всего вам доброго. Да, и профессиональных успехов. Всего доброго. Спасибо. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информацией. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Сирано образование станет ближе и удобнее.